Сегодня президент России Владимир Путин приедет в Крым. Как пройдет рабочая поездка главы государства, нам расскажет Эльмас Аблакимова. Она на связи со студией. Эльмас, вам слово. Здравствуй, Султанья. Сейчас за моей спиной находится судостроительный завод «Залейф». Кстати, это одна из немногих точек, откуда предприятие действительно видно. Открывается такой большой обзор. Сегодня там ждут президента. Владимир Путин планирует приехать туда для закладки двух боевых кораблей. Также глава государства планирует пообщаться с местными работниками. Известно, что на трех российских судоверфиях сегодня в Северодвинске, Санкт-Петербурге, а также Керчи заложат сразу шесть боевых кораблей. Это две атомные субмарины, многоцелевые фрегаты, а также десантные вертолетоносцы. После такого массового строительства, такого бума строительства военных кораблей наша страна не знала еще со времен Советского Союза. А сегодня в Керчи заложат два российских универсальных десантных корабля. УДК проекта «Прибой». Напомню, в 2010 году такие же корабли Россия заказывала для строительства во Франции, но, к сожалению, из-за санкций приобрести их не удалось. Сегодня корабли, которые будут строить, будут гораздо мощнее, гораздо больше французских мистралей. Они строятся по проекту Невского проектно-конструкторского бюро. Это полностью российский продукт. Наши корабли гораздо современнее французских мистралей. Новый российский УДК на 25 метров длине имеет большее водоизмещение, гораздо лучше вооруженно. Также корабль проекта «Прибой» сможет нести на палубе до 20 тяжелых боевых вертолетов. Судно получит вместительную доковую часть. Также сможет перевозить до 70 единиц крупной тяжелой военной техники и до 1000 человек морских пехотинцев. А более подробный сюжет о том, как прошел визит президента в Керчь, смотрите уже в вечерних выпусках «Оберлер». Коллеги, у меня вся информация к этому часу.